Знаменитый годовонский поэт, историк и религиозный служитель Синта Вердагин писал, что она как будто будто член ангелы. На самом деле все вершины плодного массива были сформированы гарпией, песком и затвердевшими ли свистниковыми отложениями. Самая высокая его точка – пик святого Иеронима, 1236 метров на уровне моря. Атмосферное явление в гостепинах, тачивая камни, вызывая их эрозию. В результате старых релизов на славанных формах, по которым многие из них получили свои характерные названия – зачарованный гигант в головных лицах, полуфиона, стульчик или эмплематичный пик «Кобернат». Горный массив с периметром 25 километров раскирается по территории комок Жайс, Аноя и Баш-Лио-Бригад. Его величественные очертания заметны из самых отдаленных точек Каталонии. Они по праву считаются сердцем этой земли. Гарамон Сарат еще в самом начале своей истории стал религиозным символом региона. Первые упоминания о ней относятся к 9 веку. Немного позже в летописи были задокументированы имена четырех монахов-отшельников – Святой Асисху, Святой Петр, Святой Мартин и Святая Мария. Около 1025 года Аббат Олева основал небольшой бенегетинский монастырь в Реските Святой Марии, который затем быстро расширился благодаря славе и чудесах, произвольных Святой Делой в этой местности. Присутствие Святого Лика моделизовалось в Хансе XIII века. Им стало Стопой Делой Марии, которая хранится в Святилище до сих пор. Почитаемый из поколения в поколение Лик Пресвятой Делой Марии представлял собой не только культовое сокровище, но и гениальное произведение искусства. Это небольшая фигурка в романском стиле с трогими и слизованными чертами. Из-за темного цвета своего лица и рука получил среди каталовца площадь Моралета, что означает Смогулянка. Святая Делая Мария де Монсеррат, покровительница Каталонии, известная и почитаемая среди местных жителей и по всей стране, стала путеводным светом для миллионов паломников и путешественников со всего мира, которые, невзирая на препятствия и границы, каждый день пребывают в Святилище. Лицы в Делой Марии, монастырь, паломники, кресты – все это делает Монсеррат вместо встречи людей всех городов, стран и сословий. Очагом, излучающим свет христианской жизни. С момента своего создания монастырь Монсеррат сталкорбили важнейшее духовное и культурное монастырие – эвумамахи, хранителями этого сокровища. Так уже в 14-20 веках монастыр делится собственный скрипторий. Создание Типогравской мастерской под руководством Апатаси Смируса в 1499 году стало важнейшим фактором распространения и укрепления культурного влияния монастыря. На протяжении 17-18 веков библиотека росла как в количестве, так и в разнообразии тематики своих фондах. Трагическое событие в жизни монастыря произошло во время Майоновских хронов. В 1811 году монастырь был разрушен, и большая часть его библиографического сокровища – Голубой Федера. В настоящее время библиотека рассчитывали более 300 тысяч домов, произведения по теорологии, философии, искры, искусству, литературе и патриистики, грандуры, первопечатные генерины, карты и уникальные собрания по вирусу, а также даже лучшие музыканты различных эпох. Именно благодаря музыке Максерат стал знаменитым далеко за своими пределами. Созданная здесь школа хорового пения «Эскалония» – одна из самых старинных и знаменитых в Европе. Она стала неотъемлемой частью уникальной традиции религиозной музыки на ряду с поколениями монахов, композиторов, органистов и певцов. «Эскалония» своим пением несет славу о Максерате и Каталонии. Далеко за их пределами, несколько лет назад хор монастыря начал путешествовать с концертами по всему миру. Монастырь Максерата и его монашеское сообщество в семье обновили и остаются в доме живого воплощения культурных ценностей. Век за веком они питают уровень каталонской культуры, взращивая ее уникальное наследие. Попадающиеся примеры этого книжного издательства, книга-печатный центр публикационного Бабида Максерат, его библиотека, хор «Эскалония» и музей, как он призвал статус «Музей государственной важности». Максерат гара монастыря.